Горжусь, что я русский, горжусь, что я россиянин, горжусь своими предками, я до мозга костей русский человек. Я никогда, когда к чему-то шел, не позволял себе думать, что это не получится. Для деда это было так, ну ты когда уже станешь артистом, ну и папа, ну я вот уже в театр прослушиваюсь, я не, ну это все понятно, ты там когда будешь. Я рыдал, я плакал, я просто сидел и плакал на лестнице, потому что я был восхищенным. Как я говорю, я даже не верующий, я уже знающий, потому что я не видел, конечно, ни ангелов, ничего. Я обычный грешный человек. Здравствуйте, это программа «Крупным планом». Меня зовут Инесса Бланкова, и каждую неделю мы с вами открываем новых людей и новые судьбы. Сегодня напротив меня заслуженный артист Чеченской республики и республики Ингушетия Евгений Кунгуров. Евгений, здравствуйте и большое спасибо за эту возможность встретиться с вами здесь в Москве. Здравствуйте, Инесса. Вообще надо отметить, что Москва – это одна из столиц возможностей. Вы здесь уже больше 20 лет. 21-й пошел, да. 21-й. Ну, приличный срок. За это время можно не просто влюбиться, но и осесть здесь. Но в одном из интервью я прочитала, что следующим городом оседлости станет древнейший Рим. Почему эта точка на карте? Откуда это пошло? Я безумно люблю Италию. Я чувствую себя там своим, так же, как и в России. Я увидел этот город и понял, что это вот то место, где, наверное, куда сойдется моя такая финальная, наверное, ту жизненная точка. Не знаю. Я человек интуитивный. Я всегда мечтал. Родился в Сибири, на Урале, практически в Сибири, да, где холодно, где много снега. Люблю все это, люблю свою страну безумно. Горжусь, что я русский, горжусь, что я россиянин, горжусь своими предками. Я до мозга костей русский человек. Ну, во мне, в моем темпераменте, в моей личности, есть что-то от итальянца. И вот когда я впервые приехал в Рим, уже будучи артистом, человеком, который много изучал про оперу, и в Италии я оказался уже зрелым человеком за 30. И первое мое посещение, вот только я пересек, скажем так, песня Рома, Рим, и все, я понял, что меня потеряли. А когда я уже заехал в центр города, начал гулять по его улицам, видеть эти фасады, видеть, как на крышах в центре города растут винограды, люди плавают в бассейне, ну, потому что дома старые, даже из мраморных, из мрамора сделаны, эти лестницы шикарные, и сверху сад растет, и укупаются в бассейне, у людей летняя кухня. Тепло пахнет морем, потому что до моря, в принципе, там 40 или 50 километров, и просто вот, может быть, какая-то генетическая память, может быть, если верить в какие-нибудь предыдущие жизни, может, я когда-то там бывал, но у меня ощущение, что я там, вот, был абсолютно своим человеком в Риме, когда-то, возможно. Может быть, если не разговаривать про прошлые жизни, может быть, когда я был духом, или я знал, что там буду, я знал все про этот город. В общем, он настолько родной и близкий, что вот влюбился раз и навсегда. Но итальянцы ведь тоже говорят, что вы один из них, что русского у вас только национальность, а душа итальянец. Ну да, они мне говорят, что в душе ты итальянец, потому что они такие же, как они говорят, открытые. Со всеми итальянцами я нахожу общий язык. Более того, я когда с женой приезжаю в Италию, она мне всеми говорит, я тебя очень прошу, только с таксистами не разговаривай, потому что это очень опасно, особенно если, или садись вперед с ним разговаривай, потому что, сказав итальянцу, русский человек, он понимает, что русский, и сказав 2-3 фразы на итальянском языке, все, итальянец всю дорогу едет вот так, он с тобой разговаривает, на дорогу не смотрит, а, у меня сессии, и что-то говорит, 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 у них поток нескончаемый. Я половину, сначала не понимаю первые 2-3 дня, потому что много информации, уже через 3-4 дня я начинаю процентов 70 слов понимать, все время их торможу. Евгений, ну а что, вас неизменно останется от того парня из городка Заречный? Да, вообще ничего никуда не делать, не ушло. Я там родился, я духом, духом уральский парень, и не стесняюсь этого, и не стесняюсь каких-то вещей, которые, я считаю, дали мне только большие плюсы. Какая-то даже некая, может быть, природная дикость, что ли, несмотря на то, что я вот сижу там в хорошем, красивом, дорогом костюме, да, я имею в виду по визуально дорогому, ничего внутри не поменялось. Я был таким же Женей в 10 лет, в 12 лет, дрался во дворах, ходил на дискотеку, любил девчонок, защищался за них, заступался за них. Ничего не поменялось, поэтому я думаю, что ничего не поменяется, когда мне будет. Я мужаю, становлюсь где-то, может быть, более таким, знаете, уже, как тот бык, который на горе стоит и говорит, сыночек, подожди, сейчас мы выйдем и все сделаем, спустимся спокойно и все сделаем. Но нутро не убрать, и благодаря тому, что именно там я вырос, с такими парнями общался, были определенные жизненные стереотипы, я за это благодарен жизни, благодарю Бога, благодарю родителей за этот край. Он могучий, он сильный, люди достаточно суровые, но очень добрые, люди, умеющие держать свое слово. И я на этом о всем вырос, учитывая, что у меня папа десантник, папа прошел Афган, все это как-то меня питало, я равнялся на отца, он был примером. Поэтому вот это все есть я, да, я русский человек, я духом русский, я обожаю свою страну, обожаю летать на восток. Я вот недавно был в Хакасии, я был на Дальнем Востоке. И чем дальше я забираюсь, я понимаю, что... И после того, когда я побывал уже в Европе, сейчас, да, вот после тех моментов, когда, не берем Италию, я беру Европу, часть вот эту, да, видел, как у них с толерантностью и все остальное, и потом возвращался домой, я понимаю, что... Что здесь я дома. Да, во-первых, я дома, во-вторых, все у нас хорошо. У нас порядок, у нас сохранились ментальные вещи, да, у нас до сих пор сохранились традиции, мы чтим память предков. У нас у каждого деды и прадеды воевали в Великую Отечественную войну 1941-1945 года. Многие не остались в живых, и это нас тоже питает, наша история. Поэтому даже если я буду жить в Италии уже в своем загородном доме или в квартирке съемной, как Господь распорядится, как будет, я никогда не перестану быть русским парнем, который любит Италию. Когда вы приехали сюда, в Москву, впервые, вы об этом рассказывали в одном из интервью, что очень памятным стало место, сквер возле храма Большое Вознесение. Да, да, да. Почему оно важно для вас, это место? Ну, просто вы подчеркивали, что оно для вас особенное. Чем? А там, напротив сквера, начинается Мерзляковский переулок, и буквально метров, наверное, 100-150 от этого сквера находится академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории. Это то заведение, куда... Альмаматор. Да, ну, скажем так, альмаматор – это консерватория, где я уже, собственно, как вуз. А училище – это было вообще первое место, куда я приехал поступать. Приехал я в 16 лет, поэтому для консерватории я был еще очень юн. Все-таки в консерваторию поступают, даже если без образования училища, но хотя бы лет с 20, ближе к 20 годам берут, чтобы человек возмужал и имел какой-то некий певческий опыт. Поэтому этот скверик был местом, где я отдыхал между прослушиванием, где мы общались с моей мамой, потому что на поступлении мне было 16 лет, приехала со мной моя мама и мой первый педагог из Екатеринбурга, Людмила Ивановна Плотникова, родная, любимая, привет, которая приехала со мной специально в Москву, чтобы я поступал. Мама меня сопровождала, была как моя Богородица, как ангел-хранитель всегда рядышком. Педагог со мной занималась, обсуждали в этом скверике о том, как я спел, что можно было сделать, что не сделано. Пили чай, общались, ели пирожки. А сейчас я живу недалеко, буквально в 200 метрах в другую сторону, ближе к Патриаршим прудам от этого места. И этот храм я безумно люблю. Я прихожу туда, я прихожанин этого храма. Ну, я люблю много храмов, но вот один из них – это храм Большого Вознесения. Поэтому так получилось, что я туда приехал, в этом скверике прошли, скажем так, дни, недели поступления, удачные, как я поступил. И затем в течение долгих лет этот скверик был таким местом отдыха, потому что эта консерватория была рядом. Если не в этом сквере, то чуть дальше был Никитский бульвар, Каштаны сидели там. И поэтому вот этот вообще пятачок, Большая Никитская, Никитские ворота – это вот такое. Довольно знаковое место. Да. Продолжая тему воспоминаний, могу сказать, что многие исследователи утверждают, что обрывки воспоминаний у человека появляются в возрасте 3,5 лет. У вас в 2 года были воспоминания, связанные с немецким городом, Котбусом? Ну, ближе к 3, да. А что это были за воспоминания? Что вы помните о том? Что можно помнить 2 года? Самое первое, что я помню, это вот вспышки такие. Иду я, держу за руку папу. Папа кажется каким-то… Великаном. Великаном, крупным, очень сильным, мощным. То, с кем ты чувствуешь себя просто как самый, вот ты, самый защищенный на свете. Папа в одежде десантника, в камуфляже и в берете. И, видимо, спешит на службу. И я помню, что он делает один шаг, а я за ним 2 или 3. И я не успеваю. И какое-то ощущение полной радости, какого-то счастья, эйфории. Помню первое ощущение, что я себя начал осознавать, что я есть. Это тоже вот Котбус, Германия. Мы шли в детский садик. Я помню, это Германия. Это красивые расписные старые дома с такими крышами, да. И помню дом. На нем был рисунок, это Котбус, был рисунок розового слона по дороге в садик. Это, говорят, известный дом. Он до сих пор, по-моему, остался в Котбусе. Может быть, кто там живет сейчас, если увидит из русских, скажите, убрали этот дом или нет. Но там был известный дом, нарисован большой, огромный розовый слон. Мои ощущения, что я иду, снег идет. Причем снег такой в Германии не такой, как у нас на Урале или в Москве даже. Зеленая трава, которая припорошила снегом, он липкий, он сырой. Но вот какое-то ощущение полного счастья. И вот мне было там около чуть больше трех. Этим воспоминаниям, если это зима, то есть три мне исполнилось в июле, а это получается без нескольких месяцев, там 2,8, 2,7. Ощущение какого-то райского счастья. Ощущение, что я себе говорю, мама, а где мы, а что это, как? Мама, это планета Земля, мы живем на планете Земля, это Германия, мы здесь служим, наша родина Россия. И вот эти непонятные для меня еще тогда слова, но такие родными казались, такими глобальными. И вот почему-то какого-то эйфорического счастья состояния, такого, как будто я здесь, я на этой планете, я живой, я не знаю, вот все, что я есть, я живой. Деревья, природа, какое-то вот божественное начало было в ощущениях. Их вообще ни с чем не спутать. Я никогда это не забуду. А сыну поедете показать этого слона? А, хорошая идея. Я думаю, надо будет это осуществить, потому что, ну, с этим городом связано прям, ну, первые пять лет жизни. У кого-то все, семь лет. Я там практически после того, как родился, там оказался, да, семь лет в Котбусе, поэтому, почему бы нет? А есть события, к которым вы постоянно возвращаетесь, когда нужно буквально вытащить изнутри необходимую эмоцию в работе? Да, конечно, это делается каждый день, даже на репетициях. Я стараюсь, когда программу собираю концертную, я ее всегда гоняю, прогоняю целиком в полном эмоциональном включении. Потому что многие краски в произведениях, будь то классические или эстрадные, находятся, скажем так, во включенном состоянии. Я почему-то отдельно это педалирую, потому что, как я считаю, что это у меня лично некий такой форсированный дар, в хорошем смысле этого слова, который раскручивается до нереальных пределов. И именно в этом состоянии я находил и нахожу огромное количество красок. То есть, буквально, вот перед вами я репетировал сейчас программу концертную, я готовлю тур по Крыму с военными песнями. И каждый раз поражаюсь и благодарю Бога за это состояние, когда ты берешь песню. Вот сегодня была, для меня это, скажем так, заново открыл песню «Последний бой» Ножкина, когда я ее уже миллиард раз пел. Но идут годы, меняется какое-то внутреннее ощущение. Когда ты в этом состоянии поешь, ты не заштампован, ты заново проживаешь здесь и сейчас, она заново рождается. Ты этот текст еще как будто не знаешь, ты его произносишь, проживая в эту секунду. И сегодня был такой момент серьезных открытия новых красок, она по-другому будет звучать. Вот спустя пять лет она будет вообще другая. Удивительно. Это само собой, я не продумываю паузы, я не продумываю, где сделать, какие акценты они рождаются от души, от состояния духа. И самое удивительное, что это с вами произошло впервые в 11, как вы рассказываете, да, тоже после концерта, да, посвященного Дню Победы. И вообще, в принципе, если посмотреть на историю жизни, все началось с военных песен. В самом начале программы вы сказали, ведь действительно, каждая семья имеет поколение, да, фронтовиков ушедших, либо еще живых, да, сдвох. В вашей семье дедушка успел услышать интерпретацию ваших военных песен? Такой вопрос, я, наверное, и радостный, и больной, потому что я успел приехать к нему с записью первого своего телевизионного эфира. Я еще был студентом, но уже служил в ансамбле в образцово-показательном оркестре внутренних войск, ныне Росгвардии и национальных войск. Я ему показал, и он очень любил вообще в регионах, очень хорошо смотрит второй канал, канал «Россия». И у него радиомаяк всегда висел, как у многих дедушек и бабушек в наших деревнях. И он все время, Женька, вот помру, давай успевай уже. И вот, с одной стороны, я успел ему показать свою первую телевизионную запись на каком-то из каналов. Но, скажем так, до такой серьезной телевизионной карьеры он не дожил, наверное, год-полтора. Но, тем не менее, он уже успел мне сказать, как он мной гордится, как он счастлив, что я именно в эту профессию пошел. Я ему привозил записи из консерватории, студенческие спектакли. Для него это было немножко далеко, потому что для него артиста это было вот, ну, если ты не поешь по телевизору, значит, ты не артист. И он был прав, отчасти. Как бы это может не... И правда, и неправда была, но в этом есть доля истины. То есть, скажем так, особенно в тот период. Сейчас, как бы, телевидение функции свои немножко поменяло. Сместились, скажем, акценты. Сместились, да, в сторону интернета и так далее. Но на тот момент он говорил, как мыслил. Да он так мыслил. Это даже не мои мысли. Я с этим, на самом деле, сейчас, может быть, не на 100% согласен. Согласен, но не на 100%, просто потому что жизнь более многогранна, да, и артистическая особенно. Потому что есть потрясающие, прекрасные артисты, которых мало знают, или певцы мало знают на телевидении, но они... Собирают полные залы. Да, они собирают полные залы, у них своя публика, у них афишные концерты. И они не перестают быть профессионалами. Вот, но для деда это было так. Ну, ты когда уже станешь артистом? Ну, пап, ну я вот уже там в театр прослушиваюсь. Я не, ну это все понятно. Ты там, когда будешь. Отчасти, может быть, и это повлияло, скажем так, на мое решение, когда у меня начиналась серьезная оперная карьера. И после проекта «Большая опера», уже после почти 8 лет работы в оперном театре, перед проектом «Голос» у меня начиналась уже оперная карьера. У меня было предложение в Ригу поехать, у меня было масса предложений от агентов, чтобы приехать прослушаться в Европу. Ну, это было, это правда, так и было. И я готовился к этому, поэтому я летом отдыхал и появился проект «Голос». И отчасти идти в проект или не идти, может быть, повлияли некие такие, знаете, и мои детские мечты, и желания оказаться по ту сторону голубого экрана. И вот это вот желание деда, желание родителей, да, конечно, мое, конечно, это было мое желание, но это все мое желание, оно же было воспитано моим же дедом, моими же родителями, обстановкой, ситуацией, жизнью. Чтобы принять это решение, человек как бы решение принимает относительно той ситуации, в которой он находится сегодня. И, наверное, одно из его этих высказываний глубоко мне запало, потому что он был для меня неприкасаемым авторитетом, мне его очень не хватает. Я его безумно люблю до сих пор, его какая-то такая, знаете, крепкая внутренняя сила. При этом он, чек прошедшую войну, я помню его фразу на любое событие, я помню, мы что-то с ним поругались. Ну и спорил, я был спорщиком, дед пытался отставить свою идею, потом мы поругались, ну так, причем по-подетски. И там дня два уже прошло, я дулся, дед начал меня так, ну, заласкивать, за ухо там теребить. Я чувствовал себя победителем, что я все-таки выдержал, не общался. И он мне, никогда не забуду с интонацией, сейчас попробую повторить. Он говорил, Женька, все перемелется, внучек, все перемелется. Вот он так говорил, все перемелется. Многое, что для меня было серьезным и важным, когда я взрослел, вспоминал эту фразу, понимал, что все это ерунда, после того, что они пережили. Где-то за год до его ухода я проснулся что-то очень рано, а дед рано просыпался, где-то пол пятого утра, ну, до ветру пройтись. В калошах, в трусах, в калошах, на улицу летом, и дед стоял. Солнечный день был, он был светлый, безоблачный, еще рано было, но уже было так светло. Он кормил собаку, он любил животных, и мы с ним разговорились. Как-то так, он, короткий разговор был, минут, может быть, 10, я его никогда не забуду. Он таким стал очень движимым для меня, он меня обнял. Он сказал, причем мы за 10 минут успели переговорить на разные там вещи, и он сказал фразу, которая была для меня показательная. Он мне говорил, Женька, сделай в этой жизни все, что ты считаешь нужным, только ты считаешь нужным. Он мне говорит, я многое не успел, мне сейчас 84, а через год он умер. Ты не представляешь, как сильно я хочу жить вот сейчас. Как мне нравится вот эта роса, как мне нравится поднимать, открывать огурцы с утра, чтобы они воздухом подышали. В этом теплице небольшие такие были. Как я хочу жить, как мне нравится жить, как жизнь красочная и красивая. Поэтому, Женька, сделай все, что ты можешь, чтобы в конце своей жизни сказать, я все успел. Хотя бы большую часть. Он говорит, я не все успел. Одно могу сказать, что я вас очень люблю. И, может быть, для этого он и пришел в эту жизнь, чтобы это мне сказать. Я не знаю, или там другие еще дела сделать. Но как-то так это было трогательно, так это было чувственно, искренне. Что затем, когда в моей жизни были ситуации очень сложные, я всегда вспоминал две вещи. Когда он говорил, Женьке все перемелется. И у меня в ушах стоит его говор уральский. А, Женьке, он говорил, любша, качша, обидша, отверша. Ё-моё, у него пять детей было. Говор уральский. И вот это Женя все перемелется. И надо жить, надо любить жизнь. Это, наверное, такой мой жизненный девиз и кредо. Замечательный посыл, в первую очередь. Вы как-то сказали, что на концерте очень важно обновление душевное. И на такой концерт качественный способны не все артисты. А вот именно с искрой Божьей. Вы в себе эту искру чувствуете? Ой, такой философский вопрос. Если, да, наверное, я это понимаю, что во мне это есть. Но я стараюсь об этом не думать. Ну, конечно, я кокетничаю, наверное. Конечно, я понимаю, насколько я одарен. Что, опять-таки, это без гордыни или без бахвальства. Просто внутренне я понимаю. От этого, наверное, какая-то постоянно внутренняя требовательность к себе. Когда ты знаешь, на что ты способен и что ты можешь. Ну, и ответственность, конечно. Да, ответственность определенная. Конечно, я чувствую некий дар. Это важно для меня, чтобы люди уходили. Если хотя бы один человек после концерта вышел с состоянием, что он что-то пересмотрел, передумал. Или, ну, это элементарная ситуация, не знаю, разругались там возлюбленные. Человек вдруг так совпало, что он в определенной эмоции услышал. И вы завибрировали вместе в одном состоянии, положим, с той же песней «Ноктюрн», про которую мы вот сейчас за кадром говорили. И он понимает, что он был неправ. И, может быть, делает судьбоносный выбор в своей жизни. Идет и первый делает шаг своей любимой женщине и по-мужски говорит. Девочка моя, я был неправ. Может быть, один раз, да, чтобы не унижаться. Но я это сделаю, приду к тебе и скажу. Солнышко, я был неправ. Если ты умная, ты поймешь, что для меня это было тоже поступком. И они пройдут, положим, какой-нибудь жизненный кризис, там, пятилетний, десятилетний, у кого какой, да, и смогут дальше двигаться. Наверное, ты не зря и жизнь прожил, и концерт прошел не зря. Но уж день-то точно. Ситуации могут быть разные, да. Кто-то, может, просто разрядился после какой-нибудь песни очень грустной и вспомнил свою грустную ситуацию, и просто расплакался, разрядился, ему стало легче. То есть, если артист способен на это, и люди после концерта, хотя бы один из людей из зала это испытал, ты уже не зря, ну, может, глубоко не будем говорить про жизнь, но не зря, по крайней мере, отработал этот концерт. Говорю профессиональным сленгом, отработал, потому что даже при полном включении, это работа, умение быть профессиональным, умение выдавать эти эмоции в нужный момент. Это и есть профессионализм, это и есть работа. Поэтому, если артист на это способен, он не зря ест свой хлеб, я так считаю. Кто для вас стал таким артистом? После концерта которого вы выходили и понимали, что просто выдохнул иначе, очистился, возможно? Да, о да, я вспомнил. Я никогда не забуду этот концерт. Это был концерт, сольный концерт Дмитрия Хворостовского в Екатеринбурге, в филармонии. Первое отделение с Аркадиевым, с Михаилом Аркадиевым, с пианистом, первое отделение Дмитрия Александровича, Дима, позвольте, потому что я был лично с ним знаком, и он всегда, я его называл Дмитрия Александровича, он говорил, заканчивай, заканчивай, вот такой лев, Дима, Дмитрий. Первое отделение он пел Роман Сочяковского, во втором Рахманинова. Я был на каникулах, я уже учился, наверное, курсе на третьем. Затем я уже стал посещать его концерты в Москве, в Большом зале консерватории. Я был на известном концерте с оркестром Осипова, где он пел русские народные песни «Романс», и затем на «Иворе», когда с «Ивори» он приезжал, на многих других. Потом уже был у него на мастер-классе на закрытом. И пересекались в Кремле на концертах, уже будучи знакомыми. Ну, я, конечно, не был его близким другом, естественно, но он меня узнавал и здоровался со мной всегда, и там успевал пару слов хороших сказать. Первый концерт, я никогда не... Я рыдал. Я вышел, сел на крыльцо. Люди, когда аплодировали стоя, и не отпускали Диму. Я уже слышал неаполитанские песни, когда он пел на бис за ухо. Я не понимал, как это было возможно. Вот это пение воздухом таким широким, красивым, наши вечные поиски верхних нот, а он не об этом уже думал совсем. То есть я почувствовал такую родную душу, когда мои поиски образа, проживания, в консерватории нарывались на какие-то технические проблемы. То есть не получалось там где-то ты думаешь о песне, романсе тебя захлёстывает, надо на ноту соль выходить, а ты, на положу, начинал продумывать, рассчитывать. А он это делал уже на следующей ступени, когда техника была подчинена к внутреннему состоянию. Человек выходит в внутреннем состоянии, он уже не думает. Я понимал, что я к этому тоже приду. Но на тот момент я понял, что мне так хотелось тоже сейчас вот так это сделать. Я не понимаю, как, откуда у него рождается, как он уже, как он к этому пришёл. Я рыдал, я плакал. Я просто сидел и плакал на лестнице, потому что я был восхищённым его энергетикой, как вся техника, всё его тело подчинялось тому, что он хочет воспроизвести, донести. Я уже не говорю про безумно красивый звук, ровный и так далее. И я понимал, что да, я себе говорил, чувак, придётся пахать, чтобы техника стала незаметной вообще. То есть, чтобы ты выходил и был вот именно тем лирическим героем, который здесь сейчас проживает этот роман, с эту арию, эту песню. Сегодня есть такие? Да, конечно, наверное, есть, но очень мало. Но я думаю, второго Димы нет. Второго Димы нет. Есть большие профессионалы с большими красивыми голосами. Есть даже люди, артисты, с тенденцией стать такими. Но вот, что всё, вот эта глыба, эта мощь, техника, внешность, умение, вот, как его, его просто обожали. Я считаю, что в нашей стране незаслуженно мало вот уделяют внимание даже концертам памяти Дмитрия, Дмитрия Хворостовского, потому что, ну, он был человек мира, человек планеты. Это вообще отдельная вселенная. Это не целая вселенная, да. И он, другого такого нет. Его просто обожали. Есть певцы, могли там иметь больше голоса и в Большом театре, и в Мариинском. Но в Диме такой пэкэдж, да, такое фирменное слово европейское про артиста, пэкэдж. Он своей энергетикой, своей харизмой просто вышибал все пробки. Это правда. Вы не единожды признавались в том, что ничего в жизни не давалось просто так, но поддержку свыше чувствовал всегда. Ну да, это такой отдельный разговор. В чем это наиболее ярко проявлялось? Наверное, как раз в том, что все непросто. Я, как человек православный, и был момент, когда я глубоко погрузился в веру, для того, чтобы я хотел узнать для себя, что я всегда так верил, знал, но мне хотелось погрузиться. Наверное, уже вот сейчас с позиции опыта как раз в том, что все непросто, наверное, есть Божья любовь и поддержка. В каждый нужный момент, когда мне казалось, что уже много затрачено, просто я не хочу говорить фразу о том, что невозможно, я никогда так не мыслил. Скажу откровенно, я никогда, когда к чему-то шел, не позволял себе думать, что это не получится. Я мог принять, если не получалось, я анализировал, я мог свернуть градус до дороги влево-вправо или перескочить, но все, что получается, оно получается, то есть оно уже получается, то есть то, что ты делаешь, это уже продукт твоей жизни, да. Были моменты, когда очень долго, вязко ты идешь к своей цели, и она от тебя, как будто вот никак не можешь ее нащупать, но именно в этом всегда была Божья любовь, потому что в какой-то момент, продолжая монотонно выполнять задачу, идя к своей цели и делая работу определенную, потому что все-таки, на Бога надейся, сам не плашай. Последний момент, когда кажется, что уже просто на автомате, грубо говоря, ты на автомате уже делаешь, не понимая, да или нет, все разворачивается таким образом, что ты начинаешь понимать, почему тебе не давалось и какой ты путь за это время прожил и каким ты стал человеком, что тебе это просто поменяло. Вот тебе не давали, тебе это поменяло, ты поменял отношение даже к этой же ситуации или к этой же цели, которую ты хотел, и она потом прилетает, прилипает вообще с другой стороны, даже часто еще сильнее, мощнее, чем ты планировал или вообще другим боком. Иначе, а вот зачем ее. И это касается всего. Жизни, женщин, работы, родителей, отношений с друзьями, профессии, всего. Ссора, не просто так. Почему именно в этой ситуации ты вспылил, хотя, казалось бы, ну, как правило, какая-то вот, ну, совсем ерундовая ситуация. Почему вы разругались прямо на 2-3 года с другом? Ну, например, и через 3 года ваши отношения переформатируются, и вы как будто уже повзрослевшими людьми встречаетесь, общаетесь вообще на другом уровне. Зачем тебе нужна была эта женщина в этой жизни? Почему вот так? Каждый задается вопросом женщины, зачем он не встретился, зачем эта боль, зачем это расставание? Проходит время, и ты начинаешь понимать, для чего тебе это было дано. А когда ты проживал эту ситуацию, казалось, весь мир рушится, все, как это прожить, как это пройти? И все, что мне непросто давалось, делало меня сильнее, спокойнее, смиреннее, увереннее, или наоборот, включало какие-то ресурсы фантастические, о которых я даже не знал. В этом и есть Божья любовь. Самое удивительное, что эту Божью любовь вы чувствовали уже с 7 лет, как вы сказали. Ну, с самого дня, я практически с рождения, я родителей уговаривал, чтобы меня покрестили. А что так привлекало? Вот 7-летний ребенок, который просит, чтобы его покрестили, да? Ну, а позже там в 11, да, вас покрестили, по-моему? Да, чтобы уже в 11 лет покрестились, да. Вот как это объяснялось родителям? Чего виделось? Что вы видели такого, чего видели? Я даже не знаю. Что вы чувствовали? Не знаю. Да я вообще даже не знаю, откуда это взялось. Откуда даже? Ну, просто в 7 лет ребенок говорит родителям, я хочу, чтобы меня покрестили. Ну, учитывая еще, что в семье, ну, во-первых, где-то, наверное, я об этом услышал, все-таки, наверное, там уже начало 90-х это было, где-то с экрана начало это идти, но это вот ощущение, если мы вернемся в Германию. Прошлой памяти? Нет, когда мы вернемся в Германию, когда мне 3 года было, и первое мое ощущение жизни, ощущение фантастической любви внутри тебя. Это какая-то вселенская любовь, я не знаю, как это объяснить, она во мне была всегда. Я, наверное, я за это благодарю Бога, за то, что я, можно было уже, ну, так, скажем так, озлобиться, не получается. И вот эта любовь, она меня всегда кормила и внутри поддерживала, и она, вот это состояние, оно никуда не исчезло, оно, как бы, скажем так, покрывается панцирем, но внутри вот этот вот данка, да, вот этот вот свет, он горит, много уже защитных каких-то ресурсов. Я, видимо, состыковал его, когда читал маленькую, я помню, маленький, мама дала мне какую-то Библию, я ее читал, и мама сказала, мама, я знаю, что такое Бог, и почему-то я это ассоциировал вот с этим состоянием. Это потом уже взрослым, я заново это открыл для себя, что Бог – это любовь, это абсолютная любовь, абсолютное принятие, абсолютная вообще вот эта вот энергия любви. Не любовь не мужчины к женщине, а любовь. Когда ты любишь человека, когда ты любишь деревья, ты любишь воздух, ты любишь холод, ты любишь все, все пронизывает любовь. И я не знаю как, может быть какая-то интуитивная память, она же существует, это твоя, как я говорю, я даже не верующий, я уже знающий, потому что я не видел, конечно, ни ангелов, ничего, я обычный грешный человек, но вот это вот состояние, я его соединил еще тогда, в детстве, когда читал детскую Библию, это вот лет шесть, мне или пять было, бабушки мы были, мама дала мне, я помню, много бегал во дворе, и мама, чтобы меня занять, нашла детскую Библию, из Германии привезенную, на русском языке, видимо где-то брошюрки какие-то были, и чтобы я читать, научился читать, чтобы я читал летом, и меня это увлекло, и вот состояние ощущения Христа и любви у меня состыковалось уже тогда, поэтому я много, у меня очень много каких-то в жизни и происходило, и происходят ситуации, которые вообще ничем, ну, как бы все случайно, не случайно, курьезных случаев, так же, как, например, многие журналисты спрашивают про сон Светланы Михайловны Маргуновой, да, кстати, в 11 лет, да, и запел, и сон этот снился, он действительно потом поплатился, ну, уже не буду ходить в мистику, но у меня регулярно такое в жизни бывает, ну, мой сын... Почему не буду, всем интересно? Ну, например, мой сын родился в день рождения моей мамы, то есть внук родился день в день со своей бабушкой, 14 ноября, если просто в это вникать, то, может быть, можно дальше там это все изучать, я в это не изучаю, я просто говорю, господи, я все понял, для меня все понятно, у меня были ситуации, когда два года ходил, у меня ничего не получалось, и я понимал, что у меня день в день происходили ситуации практически похожие, вот год спустя, и я как будто вот только через год, у меня был момент, когда я понял, что я год ходил по кругу, просто, почему так? То есть ровно через год, мы положим, празднование какого-нибудь праздника, да, известного, 23 февраля, и у меня дежавю, потому что я стою в концертном зале, примерно в такой же одежде, пою, например, именно с таким же ансамблем похожую песню, но как будто, вот, как, знаете, вот, раз и рельсы проехали, то есть я, а в тот год почему-то, ведь, не случилось, я не знаю, то есть как будто я вот, у меня был один год, когда практически каждое значимое событие происходило в повторе, я как будто год один прожил по, ну не знаю, как говорят, какие-то уроки проходил, еще что-то, я как православный человек в это не углубляюсь, но был момент, когда я приходил в храм, господи, я понял что-то не то, и что-то, видимо, я не додал, не доделал, и потом понял, что, понял. Что? Человеку, которому дана любовь, личности, которую умеет любить, он должен пройти те испытания, чтобы доказать, может быть, Богу, доказать себе, что он способен это сохранить. У меня был год, когда я начал остановиться злым, на мир, на людей, на не получалось. Такое испытание веры было? Я не знаю, но именно после этого я поехал на Афон, после этого я изучил очень многие вещи и для себя понял, что это было. То есть, это было испытание, скажем так, какую в итоге я сторону займу. Потому что озлобиться, была серьезная возможность озлобиться на этот мир, на людей, на жизнь. Но я считаю, что слава Богу, правильно, что год, слава Богу, что год, а не два, не три, не пять, и это закрыл. Лично я не имею права быть злым. То есть, даже если, это ушло, это ушло, потому что человеку, который чувствует поддержку высших сил, он в любой ситуации обязан научиться дарить добро. А в итоге потом я понял, что это ей легче. Ну, а добро, а любовь рассыпается все. Как сливается любовь и становится в геометрической прогрессии умножается, так же, как и злоба рассыпается. И я понял, что это, наверное, был самый главный урок, может быть, на тот период, я надеюсь, а может быть, и жизни. Когда, ну, грубо говоря, тебе говорят в глаза пакости, а ты говоришь спасибо, и ты все равно человека любишь. Я не думал, что он на это способен. Оказал, что способен. Ты прощаешь, ты любишь, и от тебя только любовь идет внутри. И тут же эта злоба разрушается. Человек не может тебе ничего сделать, потому что, ну, не знаю, грубо говоря, правда тебя ударяют. Причем не сказано ничего про третий удар, сказано только про два удара, да, в Библии. Человек тебе делает плохо, ты говоришь, ну, Бог ему, Господь судья, я не имею права судить. У меня есть работа, свои дела, я иду. Я к нему все равно хорошо. Мы все грешны. Мы все грешны, мы все имеем свои пороки очень много. Что перевесит, наверное, да, в каком проценте белого с черным мы придем, потому что мне безумно нравится картина Глазунова «Христос и Антихрист». Не видели? Очень она была сделана такой важный в какой-то период очень важное для меня открытие, что Бог внутри, любовь внутри и свое ощущение мира. Находясь здесь, мы можем находиться в раю, вот нам комфортно, нам тепло, у вас глаза блестят, у вас любовь, во мне. И мы сейчас, разве это не рай? Красивые, красивые декорации, хорошие люди, погода, обстановка, наш разговор. Христос, да, со светлыми глазами, у Глазунова, посмотрите картину, светлые глаза, лик добрый. И тут же один в один образ Христа, только со злыми глазами и так далее. Это взгляд наш на нашу жизнь. У нас в каждом есть и то, и другое. Видимо, цель этой жизни, возможно, все-таки попытаться набрать в бонусах, да, побольше вот этим взглядом смотреть. Те, кто научились, скажем так, все время фоном видеть этим взглядом, а эту часть, ну, не подпитывать, наверное, тот победил. Даже если хотя бы 51% будет этого, ты уже победил. Потому что вот этот вот внутри тебя начинает цеплять за... Вот ты зацепился за негатив, и он тебя цепляет, цепляет, и начинает он раздуваться. А зацепиться на негативе за плюс сложнее. Но как только ты начинаешь понимать, как это работает, как это отлетает от тебя весь негатив, то ты начинаешь понимать, что все цепляется за плюс. И ты начинаешь взращивать вот этого Христа внутри. Я для себя это понял в тот момент, когда год путешествовал в этой жизни просто по кругу чуть ли не каждый день повторялся как день сурка я вам даю серьезно рассказываю я не знаю что это может я не закрыл какие-то уроки я не знаю я вот это не углубляюсь но почитав литературу помолившись попастившись исповедавшись и так далее переоценил свое восприятие понял что не все так плохо и даже те кто тебе дело зло а делали действительно зло причем было откровенно злой полки в колеса она все рассыпалась не а злоба злоба нарываясь на злобу дает геометрическую прогрессию с kombu а злоба нарываясь на добро рушиться добро извращивается остается только добро я для себя это понял как помните у достоевского написано у него на из последних книг был по моему сон какого-то человека там не потерю глупого сон какого-то суд какого-то человека на с последних книг уже была. У него там есть потрясающая фраза Федора Михайловича. Кстати, Федором Михайловичем я увлекся именно, когда вот годик, ну чуть больше годика я попутешествовал по своей жизни по кругу. Он тоже очень много увлекался верой, и почему у него такие все романы очень контрастные, когда он пытается даже в самом падшем человеке найти вот этот свет, что он есть в каждом. Даже он в биографии описывает, может быть, помните, там такие вещи, когда люди могли, ну, во имя... он убил, он убил, но убил во имя какой-то светлой цели, то есть все это замешано. И там фраза в этой книге, герой лирический Достоевского описывает, а я понял, как все просто. Если бы все люди любили других людей, не было бы ничего, не было бы воин, была бы только любовь, все было бы хорошо. Ну, там языком Федору Михайловичу это говорится. Как бы все сразу уладилось в этом мире, если бы во всем была любовь. Я не бросаюсь этими словами на ветер. Я стараюсь об этом мало где говорить. Наверное, впервые об этом говорю вам, Инесса. Я верующий человек. Я это не афиширую. И скорее даже не верующий, а абсолютно знающий. Можно верить во что угодно, как угодно. Я верю во Христа, но это все работает на автомате без нас. То есть, эта любовь, она... Если научишься смотреть вот этим взглядом, взглядом любви, ты понимаешь, что оно все пронизывает. И все, где злоба, это на самом деле просто ты не увидел в этом любовь. Вашему сынишке сегодня четыре. Чувствуется ли уже эта генетическая жилка? Творческая. И разговариваете ли вы с ним на такие серьезные темы? Да не то слово. Я как в этом... Гляжу в тебя, как в зеркало. Да, а тосинки не родятся апельсинки. Вообще, конечно, это более совершенная копия моя. У меня очень умная, красивая супруга. Она очень умная, правда. То есть, она обладает каким-то фантастическим женским умом. Я благодарю за нее Бога, потому что она божий дар для меня. И испытание в свое время. Ну и как бы некое испытание. И божий дар. Она очень умная. Так вот, мой сыночек впитал все самое лучшее от меня и самое лучшее от мамы. Наверное, я говорю сейчас как папа. Просто улучшенная версия. Да, абсолютно. Это сто процентов. Он сильнее меня. Он духовите меня. В нем уже есть все абсолютные черты лидера. Он пытается меня уже под себя постоянно подогнуть. При этом у него ум абсолютно не мой, а Ирины, моей супруги. Он мыслит по-другому. То есть, в нем такой, знаете, вот с одной стороны вот эта бесшабашность, с другой стороны он смелый, он очень решительный и при этом умный. И умный в каких-то даже практических вещах. И как он соображает, ему 4 года, он даже внешне сейчас лет на 7. Поэтому и поет, причем поет уже правильно. Он очень любит спорт. Он сейчас у меня там разными видами занимается потихонечку, так что пока маленький просто для развития. Но не буду, может, даже сейчас говорить, подрастет, он может это интервью увидит. Я не знаю, скажу так, я не знаю, какой путь он выберет. Но вот сейчас даже скажу вам, как сказал бы ему, что бы он не выбрал, какой бы путь он не решил взять, если захочет петь, я буду ему всегда полной максимальной поддержкой. Захочет стать спортсменом, захочет стать ученым, я не знаю, математиком, кем угодно, все, что он выберет, я буду абсолютно его поддержкой. и буду всегда ему говорить, что у него все получится и он правильно сделал. Артистический путь. Я думаю, что он будет петь прекрасно, но вот это вот мужское начало такое, знаете, крепкое, у него будет серьезный выбор, что сделать, потому что от такой, скажем, духовной, физической силы, которая в нем даже сейчас есть, я примерно как бы вижу, что он, дай Господи, ему здоровья, и чтобы он у меня набирал, ему будет сложно от этого отказаться, потому что такой некий драйв жизненный, умение понимать, что ты крепкая, сильная личность, я думаю, он будет перед каким-то серьезным возможно выбором в профессии, но он сделает, как всегда, все правильно, так же, как папа, и будет крепким, сильным пацаном. Но взял очень много, вот это психоэмоциональный вообще мой, просто вот мой, я на самом деле на себя думаю, с кем я бодаюсь, я же сам с собой практически бодаю. Я начинаю другими уже вот уловками, читая литературу, как это все обходить аккуратно, потому что фух, классный, вот с таким стержнем у меня молодец. Отсутствие папы он не чувствует? Ведь папа занят, папа работает. Ну, если вы знаете, скорее отсутствие меня в своей жизни чувствуют мои друзья, эти люди, с кем я прошел какой-то определенный путь в моей жизни, мой сын этого не чувствует, потому что для меня существует нет ничего важнее личного времени, проведенного с ним. Даже если я падаю без сил, не существует никакой, скажем так, отмазки или оправдания, чтобы я не пошел заниматься сыном. Нет, он не чувствует, потому что я все свое свободное время, будь то ночь, утро, два часа, три часа, сутки, я провожу с ним. И я знаю, насколько это ему важно, потому что меня когда-то не станет. А он, грубо говоря, моя совершенная копия. И я уже не жалею, что четыре года, ну, совсем недавно я встречался с друзьями, которые мне говорили, вот, Жень, тебя мало, я обычно зазнался, ну, умные друзья так не говорят, как правило, он так подкалывает меня. И я им искренне говорю, я им объясняю, что все время уходит на него. Я даже иногда не успеваю вам отвечать или на работу, потому что я, приходя домой, все, я папа, я не идеальный, но я классный папа. Папа, который погружается в ребенка, я с ним вожусь, я с ним занимаюсь. Он очень многие жизненные, вот уже базовые вещи, они уже заложены. И я понимаю, что я молодец, потому что я был рядом. Я в нужный момент ему говорил какие-то вещи, которые он уже становится, стали частью его личности. Вот он, не знаю, приводит в бассейн его, ему тренер кричит, Ванечка, прыгай, не бойся. Он мне говорит, я ничего не боюсь, я Иван Кунгуров, у меня получится. Это я ему говорил. Да, можно было по-другому сказать или там запугивать его. Положим, летом, как обычно у нас делают, шмели там летают, мы же устаем все, дети бегают много, так сказать, тебя пчела укусит, не ходи. Все, мы ему как бы страх закинули ребенку. А надо встать, нужно идти, рассказать ему про пчелу, рассказать, что она может ужалить. То есть, заниматься ребенком, жить им. Вот эти 3-4 раза, когда он спросит про пчелу, он потом сам может быть не пойдет, но он не будет бояться, потому что страх от пчелы потом рождает страх от пауков. Ну и грубо говоря, я уже рассказываю там про нюансы. И в этот момент, если я был рядом, то есть, мы это прошли вместе. И если меня не было рядом, считаю, что мы не прошли. Базовые вещи многие заложены. Папа, у меня полу... Он мне... Что он мне сегодня... Я сидел... Восторгался с утра тоже сыном. Он говорит, пап, принеси мне, пожалуйста, кефирчик с утра. Он любит с утра иногда проснуться, так я ему наливаю кефирчик, он так с утра какую-нибудь аудиосказку слушает, еще час до спать папе. Я говорю, Вань, ну принеси его на кухне. Ты уже взрослый парень, мне прийдет. Папа, я в тебя верю, у тебя все получится, принеси. Я понимаю, что на что остается делать? Остается встать и идти. Поэтому зафиналюсь. Мой сын не чувствует нехватки папы, потому что папа всеми возможными способами, какие только они есть, ресурсами, человеческими, природными. Даже если я валюсь с ног после перелетов и ночей, я сажусь, играю с ним в машинке, пытаюсь параллельно ему какие-то ситуации, потому что все вот в этой игре. И вот сегодня еще была одна ситуация, в которой я опять себе сказал спасибо, что был момент, когда надо было уже собираться. Думаю, ну отвлеку я его иногда, дам ему компьютерную игру на телефоне. И я сам же его приучал переключаться. Может быть, я не запрещал ему, я ему давал и даю компьютерные игры. Но я его переключаю например на активные игры, переключаю его на машинки, переключаю его на пазлы, переключаю его на прятки, там играем еще что-то, идем на улицу. То есть он у меня знает все. В разные виды игр, в футбол, мы с ним играем в мячи, в черепашек-ниндзя, там еще во что-то. И в компьютерную игру. И я сегодня себе говорю, Женька, ну круто же. Я ему говорю, сыночек, папа опаздывает, дай мне полчасика посидел, сейчас поиграй в компьютерную игру. А он мне говорит, пап, мне это неинтересно, садись со мной и поиграй со мной в Тоботов. С одной стороны, да, но я сажусь, я играю, оставляю себе не полчаса, а 10 минут на сборы. Но я говорю себе, круто, у меня сын к этому спокойно относится, потому что он знает другое. А он знает почему, потому что я этим занимался. Как говорится, хочешь, не надо воспитывать ребенка, надо воспитывать себя и быть простым примером. Если ты будешь валяться на диване и говорить, сыночек, с таким пузом и с пивом, и кричать, сыночек, ну что-то тебе надо спортом подзаняться, у тебя там 14 лет уже, там что-то брюхо пустил. Ну, наверное, это не совсем так. Папа, который хочет, чтобы ребенок это делал, должен сам это делать. Потому что дети, он просто копирует, он на тебя смотрит, он даже мои фразами говорит. Поэтому я скажу вам искренне, я занимаюсь своим сыном и мой сын в нехватке времени в папе не нуждается, потому что любым ресурсом я ему его даю. В инстаграме я увидела такое послание всем подписчикам. Отныне Новый год мой любимый праздник. Что случилось в Новый год? За несколько дней до Нового года мне, скажем так, там месяца полтора-два были, были некоторые запросы на один новый большой проект. Какой-то Новый год был очень сложный. Что-то, что-то, какой-то вообще денег нет, работы мало, надо стараться что-то где-то выживать. Я устроился на работу. не буду говорить куда, неважно, я реально устроился официально на работу, чтобы что-то зарабатывать, потому что, ну, надо было выживать. Бегал по всем знакомым, искал, где бы положить книжку. Какие-то кучи задач, все уже накопилось, все устали, друзья, что-то, что-то как-то, вот все в кучу, в такую, знаете. Ну, как всегда, я на позитиве. И параллельно были там, был конкурс на один серьезный большой проект. И, скажем так, 30-го числа вечером мне позвонили и сказали да. Вот. Это позволило Новый год, 2021, встретить, так было бы просто позитивно, а так мы встретили его дома с мегапозитивом. Потому что как-то накануне появились новые серьезные глобальные артистические планы касательно моей профессии. Что это будет, пока не буду разглашать. Это будет опера? Нет. Нет? Нет. Ну, ладно. С оперой мы разберемся в ближайшие месяцы, как только граница откроется. В общем, позвонили и сказали утвердительно, что я прошел этот проект. Вот сейчас жду подписания документов. И к лету вроде как бы этот проект должен начаться. Посмотрим. Потому что, что касается такого рода проектов, принято уже говорить, когда проект практически закончился. Поэтому пусть такая будет некая интрига. Поэтому мой Новый год стал большим праздником, потому что, во-первых, вообще Новый год для меня стал значимым праздником, как только в моей жизни появился сын. он стал отплывать от меня, как значимый, когда я вырвался из дома в течение, наверное, лет уже десяти. Так, ну, Новый год, завтра опять там. А потом он вообще перестал для меня быть значимым, когда вообще перестал выпивать. Я вообще не выпиваю уже лет восемь, вообще не грамма. поэтому я уже первого числа просыпаюсь, ну, полдня, ну, что, я веду гантели, там, потягаю, пошел погулял, ну, фильмы, ну, второго числа, третьего уже все, то есть мне надо куда-то двигаться, то есть, ну, я, мне не надо в неделю в запой уходить, я уже бодрый, весел и так далее. Этот праздник стал значимым, как только мой сын появился, потому что каждый Новый год я испытываю практически те же ощущения, как и мой ребенок, когда он, Ваня, Дед Мороз, по-моему, прилетел, ну-ка пойдем посмотрим, что там под елочкой, папочка, я, и у него, как, и у него эти эмоции, и я смотрю, как в песне у Иосифа Давыдовича, вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все, повторится сначала, и я, настолько для меня эта фраза стала сейчас, как сказать, я ее знаю теперь, эту фразу, не просто догадываюсь, да, или переживаю, я ее знаю, и вот мой сын, мой дом, моя прекрасная супруга, уютная атмосфера, и так для меня значимый стал Новый год, и плюс такой звонок, в пандемию, когда все вроде у всех тяжело, у меня такой раз, какие-то новые перспективы творческие, и на эмоциях попросил своих девчонок написать, что Новый год, ныне мой самый любимый праздник, а если честно, Инесс, каждый день для меня большой праздник, каждый день я стараюсь любить, любить людей, которые у меня встречаются, любые события, которые происходят, не всегда это просто, но это то, что дает качество жизни вообще, и меняет просто жизнь, конкретно внутренне, в качестве жизни, события разные бывают, но вот качество жизни меняет позитивный настрой, вот этот взгляд доброго внутри тебя, Христа, и я каждому из вас, дорогие зрители, желаю быть счастливыми, я вам желаю быть наполненными этой любовью, искать ее в себе, каждый день находить, цепляться за нее, всеми пальчиками и ноготками, и быть счастливыми, во что бы то ни стало, у нас одна жизнь, реализуйтесь, будьте счастливы, каждый приходит на эту планету для своих целей, кто-то просто мамой, кто-то папой, кто-то дворником, кто-то сапожником, вот сейчас, пока мы финалимся, я вспомнил еще один эпизод своей жизни, когда я летом лежал в больнице с коронавирусом, был момент, когда я просто зарыдал, когда пришла женщина убираться, я так понимаю, что она грузинка по национальности, ей уже там было лет 75, уже прям бабуля, и она говорит, ну вот у меня, ну что, внучек там один, дочка надрывается, папы нет, надо внучку подарки купить, и я сижу, думаю, вот я валяюсь с этим коронавирусом, думаю, я артист, про себя, ну как бы вот, да, казалось бы, и тут женщина, чья профессия по большому счету более нужная, чем моя, вот на тот момент, я понимаю, что она не побоялась, она, конечно, рискует заболеть, ей 75 лет, она во полном обмундировании, ей жарко, лето, она убирается за мной, я валяюсь, и говорю, господи, спасибо тебе за это, за то, что ты мне показываешь, что этот человек, как человек вообще радуется жизни, живет ради внуков, не боится ничего, и ты валяешься тут, как бы, да, понятно, что ты валяешься, и тебе помогает сейчас человек, которого ты не знал, и он тебе этот кусок любви своей подарил, вот сейчас, когда убирался за тобой, а эти нейрохирурги, которые каждый день спасают, поэтому мы в этом плане, тоже, знаете, артисты, слишком много иногда о себе думать, о своей великой миссии, о кардиохирурге, который каждый день людям в жизни возвращает, поэтому давайте не забывать о том, что в этой жизни есть и каждый дворник, и каждый человек, даже может быть, без определенного места жительства, у него есть свое прошлое, и он тоже человек и душа, любите друг друга, и эта любовь будет к вам обратно возвращаться, и вы будете счастливы. Евгения, я закончу эту программу словами одного маленького, мудрого человека. Евгения, мы в вас верим, у вас все получится, поэтому несите этот свет через свое творчество, и спасибо вам за все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok